приветствую уважаемые ну что ж сегодня мы будем смотреть на viva v40 смартфон на из обновленной линейки и стал он типа лучше чем в 30 насколько он стал типа лучше или реально будем разбираться но вы пока естественно ставьте лайки подписывайтесь на канал потом пишите комментарии ну в общем вы все знаете если хотите сказать спасибо ссылка внизу можете так сказать поддержать рублем производителя контента в лице меня ну и начинаем мы естественно с его характеристик вот они перед вами на экране ну и начинаем естественно с комплекта сам смартфон скрепка тыкалка экстрактор для слота ну соответственно чтобы открыть этот слот и поставить туда симки зарядник причем зарядник не простой а аж на 80 ватт кабель и вот такой вот чехол чехол тп ушный но в кое-то веке он не прозрачный что довольно необычно раньше делали прозрачки но они видимо из-за того что желтели решили перейти вот на такое интересно послушать официальную кстати верш ко мне смартфон приехал вот в таком фиолетовом варианте довольно приятный надо дать должное цвет здесь никаких отпечатков пальцев ничего нету микроцарапок тоже нету все здорово сверху выделяется камерный блок здесь всего два модуля вот сверху и снизу вот эта штука это служебные сенсоры ну и фирменная вспышка аура она теперь снова маленькая кругленькая такая совсем маленькая на правой грани кнопки включения выключения и регулировки громкости слева совершенно ничего нет сверху надпись professional портрет и дополнительный микрофон снизу соответственно динамик микрофон слот и usb c разъем но и спереди естественно большой довольно таки экран вот такого размера есть загибы по бокам и условно маленькая хотел сказать маленькая но не совсем маленькая фронтальная камера ровно по центру да очень тонкий достаточно легкий по ощущениям при условии того что там 5 500 миллиампер часов например стоит и да в общем-то ip68 у нас здесь снова появилась и это в общем-то здорово по интерфейсу все стандартно да то есть если вы видели прошивки вивовские то вы знаете как это все работает очень комфортно очень быстро очень все замечательно то есть я не не вижу смысла даже останавливаться на этих моментах давайте мы с вами лучше про ключевую фишку поговорим про камеру камеры здесь аж три штуки имеется ввиду две задние одна фронтальная и они все интересные с точки зрения мегапиксельности обычно как делают там основную камеру максимальную ультраширик ну как поставят какой-нибудь не знаю телевик еще меньше там если макро сделают вообще там двухмегапиксельную гадость ну и фронтальную типа там 12-16 мегапикселей вы видели да сколько мегапикселей в каждой камере и это в общем хорошо то что вызывает вопросы но и точнее такое сожаление я бы сказал нету здесь телевика то что написано двойка это все немножко неправда потому что это crop то есть 24 это его штатный а дальше когда вы нажимаете там 47 миллиметров и вот собственно говоря 16 миллиметровый эквивалент это тот самый ультраширик из интересного что у нас есть во первых есть отдельный режим супер макро супер макро реализован на базе той самой в ультраширокой камеры ну как бы мегапикселей много должно быть неплохо все ну посмотрим чуть попозже из настроек все типично для viva есть различные там эффекты не эффекты есть базовые настройки во вспышке авто вспышка вспышка и подсветка аура значит подсветка аура выглядит вот таким вот образом вот так вот она будет светиться а дальше можно или автоматическую поставить историю или ручками установить свет вот видите я перемещаю так давай вот похолоднее потеплее получается в этом суть то есть вы таким образом можете и руками отбалансировать bb и позволить системе самому определять определяют очень точно надо дать должное молодцы в этом плане и соответственно можно это дело отключить из режимов что здесь есть интересно ну во первых всякие там эффектики понятно дело цветовые портрет на которые обычно и делают упор сразу переключается на некий 50 миллиметров то есть это опять же crop есть полтинника реального нету есть 24 миллиметра то всего реальная фокусная ну эквивалентно реальный фокус и 35 ну понятно дело что крупный лицевой портрет снимать на полтос но не совсем корректно как вы понимаете там 80 желательно 85 но тем не менее что есть вот здесь вот есть режим управление глубиной диафрагмы ну понятно что это программная естественно ведь здесь оптические ну точнее механические никакой вот ирисовый диафрагма нету но зато есть эмуляция эмуляция обычного в бокешного такого точечного источника то есть именно кружочек есть лимон и есть как они назвали пузырьки там бублики что-то такое вот среднее получается можно включить можно выключить это необычно я бы сказал так можно попробовать есть режим супер ночь когда он там делает как бы лучший портрет ночи но мы тоже на это дело естественно посмотрим есть различные украшалки как это любят китайцы и есть различные скажем так эффекты освещения ну и эффекты освещения и эффекты постобработки да такое тоже можно использовать можно не использовать я предпочитаю все-таки обрабатывать если необходимо что-то потом то есть снимая максимально качественный вариант сразу в режиме ночь все то же самое здесь есть супер луния соответственно ну как обычно там дорисовывается что-то есть астрофото отдельная кнопка есть ночная панорама такая необычная вещь если снимаете ночью именно ручками это может помочь видео видео значит пишется максимально 4к но только в 30 кадров в секунду 1080 имеется и 60 кадров в секунду и да если заметили здесь тоже есть вот этот самый фокус но как только вы начинаете играть с фокусом с вот этой эмуляции размытия сразу 24 кадра в секунду такая киношная картинка получается поэтому но имейте ввиду но зато есть различные системы стабилизации то есть можете сразу положить какую-то обработку там сделать более красиво совсем бакешно и он будет в принципе перемещаться более-менее плавно перефокусировать на задний план на передний план если вы там например снимаете кого-то крупно как интервью например берете режим мини фильм когда вам предлагается снять какой-то маленький кусочек он автоматически склеит из нескольких кусочков готовый клип ну и еще тут в общем то тоже все стандартно до интервальная съемка двухоконный режим высокое разрешение астрофото и даже еда для тех кто еще зачем-то снимает еду на мобильник ну давайте теперь посмотрим на примеры снимков вот они перед вами все делалось в режиме автомата то есть как это делать большинство людей навел и снял только в режиме вот этого портрета была использована просто настройка диафрагмы опять же без дополнительных каких-то приблуд и Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а это пример ночной записи портрета, видеопортрета на основную камеру. Подсветка не включена, пишем, как и есть в симуляции вот этого самого образования. Ну а это пример записи в контровом цвете. Я нахожусь, в общем-то, в темноте. Здесь прям такая плотная-плотная городская, насколько это возможно, тень. Вот я перемещаюсь. Я не знаю, видно меня или не видно, но тем не менее. Давайте посмотрим на результат. Итого. Итого. Итого получается следующее. Да, очень легкий, очень тонкий смарт для вот этих самых 5500 мАч. Это действительно. То есть производитель не нагнал фигни в своих рекламных материалах. Очень такой компактный, легкий. Правда ощущается. Базару нет. Второй момент. Внезапно IP68. Ты-дынь. Никто не ждал, а оно случилось. IP68 вроде как бы и не так важно, да, при обычном использовании. Но вдруг вы его уроните в бассейн, в речку, в унитаз, в ванную. И он не повредится. Это здорово, да. Это тоже, в общем, плюс. Хорошо. По поводу экрана. Ну, экран был хороший. В принципе, здесь тоже экран хороший, с небольшими закруглениями. Ну, в принципе, хорошо было, хорошо стало, да. Здесь какой-то динамики нет. Самое интересное, конечно, это камеры. Камера у нас в V-серии. Это не флагманская. Телевика тут нет, завезли. Ну, что вы хотите. Ждем. Иксоиду. Если привезут, не привезут. Никто не знает по факту. Его обещаниями кормит бесконечно. Но, тем не менее, да, здесь три камеры. И они все одинаковые по факту. Там 50-50-50 мегапикселей. Основная камера нормальная, с моей точки зрения, камера, да. Хороший такой вариант. Это не флагманская камера. Но она может показать вполне себе хорошую цветопередачу. То есть у Vivo нормальный цвет, нормальный скинтон. В принципе, нормальная обработка деталей без каких-либо экстремальных там перезамыливаний, перешарпливаний. То есть очень приятный кадр получается. Да, он, кстати, очень неплохо работает и в ночи. Понятно дело, он там пытается как-то дорисовать своей внутренней иишкой какую-то дополнительную историю. Но делает это максимально аккуратно, чему честь и хвала. По поводу фотографии, на которые делают упор, типа портрет. Ну, понятное дело, портрет на 24 мм делать глупо. Поэтому, по сути, делается что? Кроп из центра матрицы. То есть обрезается картинка в серединке, ну и у вас типа меняется фокусное расстояние. По факту это не заменяет настоящий какой-нибудь полтинник, ненастоящую 85-ку. Ну, понятное дело. Но довольно приятно, в принципе, размывает задний фон. Я не могу сказать, что это плохо. Есть эмуляция бокешных вот этих вот бубликов. Ну, то есть есть просто круглые штучки, вот эти рисунки, да, в размытии точечных источников света. Есть лимончики, есть именно бублики. То есть кругляшка, в середине которого больше темноты. Ну, опять же, это вопрос вкусовщины, но есть и интересно. Есть всякие подсветки дополнительные виртуальные. Есть вот эта вот Аура. Аура каждый раз у них почему-то меняется. То есть была маленькая Аура, потом сделали побольше кольцо, потом сделали вообще прямоугольную такую фигню огромную. Здесь опять маленькое кольцо. Ну, как сказать, она лучше, с моей точки зрения, чем обычная стандартная вспышка, потому что очень неплохо отслеживает цвет и старается подстроить именно точно вот эту цветопередачу вспышечную и к окружению, и к скинтону, и к вообще какому-то освещению. То есть делает неплохо, вот надо отдать должное. И достаточно мощная. То есть если вы отойдете, конечно, на много метров она туда не хлопнет, но вот все, что вы видели, да, это снято с этой вспышки в примерах. То есть с моей точки зрения нормально для мобильника более чем. Фронталка очень неплохая, потому что, опять же, много мегапикселей, хорошая матрица и без проблем. Суперширик, да, суперширик, прям кайфовый. Тоже большое разрешение. Многие ставят там восьмерку какую-нибудь мегапиксельную, такую дохленькую. Здесь есть на что посмотреть. И именно поэтому получается хорошо макро синимки. Ну, потому что на эту же самую камеру и делается, на ультраширик макро. И вы получаете более детализированные изображения. Да, понятно, что у флагманских будет интереснее, но здесь тоже есть на что посмотреть. По факту, приятная машинка, приятно выглядит, хорошо работает. Ну, не флагманские железки, это вы видели, да, из характеристик. Без каких-либо проблем в реальной жизни, с приятным экраном, ну и с нормальной камерой. Единственная, как обычно, проблема, это найти его подешевле. Ну, в целом, ну, нормальный аппарат, который можно, в принципе, при нахождении по нормальной цене рассматривать. То есть, я ничего про него плохого сказать не могу. Защита есть, быстрая зарядка, в общем, есть, ну, такая, нормальная, рабочая машинка с претензией. Почему нет? Вот такие пироги. Все, на сегодня все, я прощаюсь с вами, но не надолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok